В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Марина Назарова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске День студента. Вакцинация в ЮРГУ. Школьники посетили военный учебный центр. В ЮРГУ проходят профориентационные встречи с абитуриентами. Школьники и их родители могут узнать всю подробную информацию о поступлении в университет. Консультационный центр для абитуриентов начал свою работу в ноябре 2020 года. Каждую субботу родители вместе с абитуриентами могут прийти и узнать о направлениях подготовки и правилах приема на новый учебный год. Подобный формат позволяет школьникам более осознанно подходить к выбору будущей профессии. Консультации проходят один раз в неделю по субботам с двух до четырех. То есть на одну пару родителей плюс ребенок выделяется полчаса времени, ну и соответственно соблюдение всех норм Роспотребнадзора. Отметим, что во время пандемии сотрудники университета подготовили для абитуриентов более 200 видеороликов о направлениях обучения и провели онлайн более 22 дней открытых дверей. В данный момент общение ведется в чатах 24 часа в сутки. В ЮРГУ пройдет онлайн день открытых дверей. Подробности далее. Первый в 2021 году онлайн день открытых дверей пройдет 31 января. Трансляция начнется в полдень. Абитуриентам и их родителям расскажут о правилах приема в 2021 году, о основных направлениях по программам подготовки, о возможностях индивидуализации обучения и о системе дополнительного профессионального образования. Во время эфира также можно будет задать интересующие вопросы о поступлении в ВУЗ в специальном чате. После общей трансляции дня открытых дверей начнется онлайн-марафон встреч с директорами высших школ и институтов. Ссылку на эфир можно найти на сайте университета. Там же опубликован график встреч с директорами. В апреле 2021 года в ЮРГУ пройдет форум иностранных студентов и выпускников «Уралфест». Подробности расскажет наш корреспондент. Уральский форум иностранных студентов и выпускников планируют провести во второй раз в конце апреля 2021 года. На данный момент идет подготовка как к онлайн-формату, так и к оффлайн. В обязательной программе творческий концерт и тренинги. Сейчас мы уже начали подготовку оргкомитета, мы собираемся с кем-то онлайн, с кем-то вживую и обсуждаем программу, которая будет непосредственно проходить в те дни форума. Это три дня, в конец апреля мы планируем. Напомним, что участниками форума могут стать российские и иностранные студенты и выпускники вузов Уральского федерального округа. В военном учебном центре ЮРГУ прошла экскурсия для школьников. Уже несколько лет в военном учебном центре ЮРГУ реализуется программа «Верные сыны Отечества». Ее цель – гражданско-патриотическое воспитание детей, учащихся в школе. В рамках этой программы военный центр ЮРГУ посетили ученики первых-третьих классов образовательного центра номер 5 города Челябинска. Мы проводим ознакомление наших школьников, нашего предоставленного поколения с тем вооружением военной техники, которое состоит в вооружении Российской армии, которое имеется в военном учебном центре. Мы познакомим детей, хоть и не маленькие, с находками нашего поискового отряда, поискового отряда университета, и с той выставкой, напротив которой мы, собственно говоря, сейчас и находимся. Школьникам рассказали и об истории военного центра, о его создании и о том, чем живет центр сейчас. А после детям дали возможность поближе познакомиться с российским вооружением, изучить изнутри танк, БМП и БТР. В танках мне понравилось, в танке этом БТРе лазить. Ну, понравился мне больше всего танк Т-80. Мы, получается, всякие военные машины, танки смотрели, нам рассказывали, колеса у танков, ну, мы лазали сейчас по танкам этим, ну, как по люкам, по кабинам. Ну, еще мы смотрели кнопки всякие, управления такие, как военные. Ну, было военные времена, получается. Какие? Ну, получается, еще мы смотрели пушки, как стрелами заряжали. Ну, не как стрелами, а куда стрелы убирали, как это стреляло, как это выглядело. После экскурсии для детей прошел урок мужества. На нем ученики узнали о том, какой вклад внес Южный Урал в победу в Великой Отечественной войне. 25 января свой профессиональный праздник отмечают все учащиеся студенты. Его с размахом отметили в Юргу. Как, расскажет наш корреспондент. Ни морозы, ни пандемия не помешали празднованию Татьяниного дня в Юргу. В этом году для студентов прошел настоящий русский праздник гуляния. Народные забавы, катание на санях и танцевальный батл. На улице перед главным корпусом Юргу ведущие аниматоры и ростовые куклы приветствовали студентов, преподавателей и сотрудников университета. Самая основная сложность – это непредсказуемая погода уральская. Если бы был мороз, скорее всего, мы не рассматривали бы возможность проведения мероприятия на улице. Ну, а так, в принципе, у нас сложности нет. Мы работаем большой дружной командой, управление по внеучебной работе, центром творчества. Поэтому, мне кажется, у нас все получилось. Традиционно в Татьянин день ректор Юргу Александр Шостаков исполняет три желания студентов. А в этом году решил исполнить целых четыре. Подарил студенту книгу Оскара Хартмана «Просто делай, делай просто», запланировал проведение фотовыставки «Связь поколений», организацию раздельного сбора мусора в ВУЗе на постоянной основе и экскурсию студентов на смотровую площадку Юргу. Очень порадовался тем, что вот эти желания студентов были правильными, серьезными и хорошими. Чтобы участники гуляни не замерзли, им наливали горячий чай и угощали баранками, пирожками и конфетами. А ректор Юргу Александр Шостаков по традиции разливал глинтвейн всем желающим. Здесь очень много подвижных игр, подвижных именно мероприятий, поэтому ты не успеваешь просто замерзнуть, ты всегда находишься в каком-то тонусе. Тем более у нас здесь согревающие напитки глинтвейн. Поэтому я думаю, замерзнуть, но просто нереально. Мне нравится, это так очень классно придумали. За карантином мы не можем в зале праздновать и придумали это делать на улице. Очень классно. После зимних гуляний праздник продолжился в научной библиотеке Юргу. На четырех этажах прошел настоящий творческий фестиваль. В принципе, киновечер, гитарник, творческие мастер-классы – это тоже все их желание проведения. Мы собирали у ребят из студсоветов, из высших школ и институтов то, как они хотят отпраздновать этот день. Ну, а точка библиотеки пришла нам в голову благодаря проекту, который сейчас реализует университет совместно со студентами архитектурно-строительного института. Скоро холл библиотеки, где у нас сейчас проходит мастер-класс «Танцевальный преобразится». И поэтому мы решили ребятам показать вот это вот красивое, большое, очень нужное для нашего университета пространство. Один из руководителей художественного направления проекта «Третьяковка» Лидия Степанова провела для студентов мастер-класс по живописи. Участники рисовали картины в стиле Ван Гога. Сегодня была предложена такая тематика, как воплотить такую творческую работу в стиле Ван Гога. То есть с элементами, вообще которых не было у Ван Гога. То есть мы берем его технику, делаем его небо, мазки, цвета, но при этом добавляем какие-либо силуэты, не связанные с тематикой его картин. Музыкальный клуб «Муском» устроил квартирник на втором этаже библиотеки. Встреча прошла в теплом и дружеском кругу тех, кто любит петь и играть на гитаре. По большей части организационные вопросы заключались только в том, чтобы оборудовать место и, в принципе, найти, кто сюда может прийти. В принципе, все. В самый последний момент записалось 25 человек, ориентировалось на 25 человек. Также мастер-класс прошел на первом этаже научной библиотеки. Его провели участники студии исторического танца «Гатака». А на третьем состоялся кинопоказ. Когда приходишь сюда и слышишь своих ребят, понимаешь, что ты дома, понимаешь, что здесь комфортнее и уютнее, чем могло бы быть, смотря дома сериалы и читая книжки. Так что я рада, что пришла сюда и довольна. Отметим, что 25 января – это не только День студента, но и Татьянин день. Поэтому всем Татьянам вручили памятные подарки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В России стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Поставить ее могут и сотрудники нашего университета. Прививочная кампания для сотрудников ЮРГУ будет организована в городской больнице номер 2. На сегодняшний день желающих больше 700 человек. О своем желании поставить прививку можно сообщить, заполнив специальную анкету, высланную на почту всем сотрудникам ВУЗа. Отметим, что вакцинация полностью добровольна. Мы не можем оставить людей против воли вакцинироваться. Это все-таки вещь добровольная. Мы будем разъяснять, где для кого это важно, какие есть преимущества при вакцинации, где есть ограничения. Вакцинация пройдет группами по 5 человек. После введения препарата необходимо следить за своим здоровьем и соблюдать все рекомендации врачам. Вторая доза вакцины вводится на 21 день, а после формируется устойчивый иммунитет, который может сохраняться до двух лет. Однако есть ряд противопоказаний к процедуре. Например, тяжелые аллергические реакции, обострение хронических заболеваний или наличие антител COVID-19. Я в октябре переболел коронавирусом, поэтому у меня пока с антителами все в порядке. И как сегодня говорили сотрудники медицины, полгода нужно потерпеть. Посмотрим, ближе к лету сдам анализы. Если у меня антитела исчезнут, то я вакцинируюсь. Вакцинация проводится бесплатно. Но важно помнить, что введение препарата не отменяет ношение маски в общественном месте. В ЮРГУ закончилась зимняя сессия. С ней справились и иностранные студенты вуза. Зимняя сессия позади. Студенты ЮРГУ сдали последние экзамены. В этом году из-за пандемии все прошло в онлайн-режиме на платформе электронной ЮРГУ. Иностранные студенты вуза также справились с этой задачей. Они отмечают, что дистанционный формат удобен не только во время сдачи экзаменов, но и во время обучения в семестре. Мне удобно учиться на дистанции. Я могу на лекции поступить, когда я сижу одна в комнате, и мне это удобно. А еще, даже если у нас какие-то чрезвычайные встречи, я могу везде, где я находился, в этом моменте лекции, я могу на лекции присутствовать. Аскар Султанов, студент второго курса Политехнического института ЮРГУ, учился и сдавал экзамены, находясь в Узбекистане. При помощи однокурсников и преподавателей молодой человек вовремя выполнил все задания и ушел на каникулы без долгов. Преимущество сдачи экзаменов в онлайн формате, да, есть. Ты себя чувствуешь увереннее, не волнуешься так, как в очном формате. И свободнее сидя дома. Но мне бы попроще изучать предметы и сдавать экзамены вживую, глаз наглость, как-то больше. Можешь общаться с преподавателем и каких-то вопросов узнать больше ответов, чем в интернете. Теперь студентов ЮРГУ ждут каникулы. Для них учебный семестр начнется в феврале. А для студентов выпускных курсов стартует период преддипломной практики. На учебу они выйдут в марте. Третьяковка – это творческий образовательный проект. Он вырос из летней смены в лагере «Олимп». Сегодня это объединение студентов Челябинска по нескольким направлениям. Танцевальное, музыкальное, театральное, художественное, графический дизайн и киновидеорежиссура. Руководитель проекта Наталья Лапшина при помощи правкома ЮРГУ уже выиграла несколько грантов, самый крупный из которых – президентский. Всего на конкурс было подано около 10 тысяч заявок. Проект Третьяковка вошел в число 2000 победителей и получил финансирование. Во-первых, для меня это огромное достижение, честно. Потому что выиграть президентский грант, я не знаю, кроме своих ребят, я вообще пока в своем окружении никого не встречала. Но, естественно, это значит, что мы будем расти. У нас с каждым разом, благодаря грантам, увеличивается наша целевая аудитория. Продолжительность реализации гранта один год, что туда будет входить. Мы сейчас, нам будет выделено помещение, где мы сможем сделать ремонт. И уже именно в нашем помещении, мы его назвали творческий каворкинг Третьяковка, будут проходить также абсолютно бесплатно все наши мастер-классы по направлениям, также культурно-массовые мероприятия. Сегодня Третьяковка – автономная некоммерческая организация. В планах вывести проект на российский и международный уровень. Запущен ежегодный проект зимней межрегиональной стройки «Мирный атом». Подробности далее. Сразу после новогодних праздников бойцы студенческого трудового отряда «Гранит» города Челябинска отправились на зимнюю студенческую стройку. Там бойцы вместе с еще шести отрядами из разных регионов России будут трудиться на Ленинградской атомной электростанции. Меня зовут Зоя. Я кандидат в строительный отряд «Гранит». И сейчас я нахожусь на зимней целине на Ленинградской атомной электростанции. Для меня было сложно решиться, попробовать себя в таком роде деятельности, но я не жалею. Это очень интересно. Я нашла много новых людей, новых друзей, новые знакомства. Это всегда полезно. Продлится стройка до 12 марта. В зале искусств Юрго открылась фотовыставка. Смотрят все и видят немногие. Юрий Теуш, 90 лет, со дня рождения. Работа «Прыжок» сделана в 1988 году. Это последнее призовое фото Юрия Теуша. Свой путь в фотоискусстве он начал в 1949 году, когда поступил в ЧПИ. За долгие годы работы он успел посетить несколько республик. В архиве его работ – съемка Олимпиады-80. Некоторые произведения фотомастера попали в учебники для фотокинодокументалистов. На выставке все произведения представлены из личного архива Павла Большакова. Здесь работа, которая вошла в учебники по композиции для операторов ГИКа в Москве. И эта фотография поразила известного историка русской фотографии Морозова, который писал историю русской фотографии за последние 150 лет. И вот в это исторические его фолианты вошла фотография Юрия Теуша. Единственная фотография челябинского мастера. Выставка состоит из фоторабот Юрия Теуша в различных жанрах – с 1963 по 1988 год. Также на выставке представлены первые снимки мастера. На открытие пришли ученики Юрия Теуша. Юрия Теуша – это, конечно, безусловно мощный двигатель. Двигатель и творческий, и человеческий. Благодаря ему я многих фотографов российских, советских тогда узнал. Потому что, собственно говоря, он был, он приглашал из Москвы, из Ташкента, из Киева, из Прибалтики фотографов, очень известных фотографов, которые работали на известные советские, для советских известных очень, альбом, журналов. Юрий Теуш – основатель Челябинского городского фотоклуба, член Союза журналистов СССР. Около 20 лет он был собственным корреспондентом газеты «Советский спорт». В этой выставке очень положительные, приятные впечатления. Это уникальная возможность познакомиться с творчеством такого великого мастера. Значит, в нашей «Альма-Матер» работали такие люди. Мне кажется, не зря выставка называется «Смотрят все, видят немногие». Ведь в каждой фотографии отображена многогранная, удивительная история, неподдельные эмоции. Мне кажется, далеко не каждый мастер сможет отобразить такие элементы. Фотоработы Юрия Теуша выставлялись в Москве, Риге, Таллине, Амстердаме, Берлине и других странах мира. А в 1975 году он награжден медалью со спортивное фото 220 килограмм на конкурсе фоторепортеров World Press Photo. Друзья, напоминаем, что в Юргу действует обязательный масочный режим. Просим носить вас средства индивидуальной защиты при перемещении по корпусам и в аудиториях. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. Продолжение следует...